Пожизненное лишение свободы грозит 38-летнему жителю Нижнекамска, подозреваемому в двойном убийстве. Он сознался, что лишил жизни своего 51-летнего товарища и его сожительницу. При этом поставил под угрозу жизнь бабушки-инвалида, проживавшей в той же квартире. Альбина Солгораева узнала подробности. Жильцов этой квартиры соседи знали хорошо. Мужчина и его сожительница нигде не работали и очень любили шумные застолья. Последний раз супружескую пару и их гостей видели на Рождество. Тут на кухне шум был. Посуда, мне кажется, летела. И в этот день я поздно легла. У нас, мне еще подозрительно, что-то потом, потому что я вспомнила, показалось. Снег вот прям с окна, видимо, вот эта вот глубь слетела. Потому что там, говорят, окно было открыто. Три дня в квартире на пятом этаже было открыто окно. Соседи заподозрили неладное. Вместе с парой проживала тяжелобольная бабушка. Из-за сахарного диабета она лишилась обеих ног, потеряла зрение и слух. А беспокоенные за здоровье пенсионерки люди вызвали участкового. Полицейский обнаружил окровавленные тела 51-летнего мужчины и его гражданской жены. В ходе совместного распития спиртных напитков гражданин Викторов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство кухонным ножом. В дальнейшем, чтобы сокрыть данное убийство, он также совершил убийство гражданки долговой, которая являлась свидетелем. По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний мужчина, ранее судимый за убийство. Подозреваемый часто бывал в этой квартире со своей возлюбленной. Спокойный он, такой тихонький этот. Вики его звали, такой вот хромой он. Ну, с ним, конечно, была дама такая, постоянно в синяках она была. Но они все, вот эти, их барышни, у них синяки не сходили. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». Подозреваемый полностью признал вину. Мужчине грозит пожизненный срок заключения. Тяжелобольная бабушка пока находится в больнице, потом ее передадут органам социальной опеки. Она до сих пор не знает о том, что произошло с ее сыном и невесткой. Альбина Слагараева, Вызов 112. Продолжение следует...